Более 5 миллиардов рублей именно столько потребуется на исполнение полномочий Департаменту строительства ЖКХ Энергетики и Транспорта в 2016 году. Капремонт в действии. За 10 месяцев фонд поступило более 30 миллионов рублей взносов. С главными новостями этого дня в студии Ирина Цепетова. Более 5 миллиардов рублей именно столько потребуется на исполнение полномочий Департаменту строительства ЖКХ Энергетики и Транспорта в 2016 году. Бюджет ведомства подвергли детальному рассмотрению на предмет второго чтения на Комиссии по экономической политике и бюджету. Некоторые статьи расходов депутаты отказались согласовывать. Так несогласованной осталась одна из самых больших расходных статей субсидий юридическим и физическим лицам. Вопросы участников Комиссии вызвало субсидирование в части возмещения недополученных доходов, которые возникают в результате госрегулирования цен и тарифов на электроэнергию. С 1 июня 2016 года стоимость киловатта для прочих потребителей составит более 38 рублей против 6 рублей за киловатт в городе. Закономерный вопрос возник у депутата окружного собрания, председателя Совета Окрпотребсоюза Натальи Кордаковой. Как же быть хозяйствующим субъектом, которые работают на селе? Стоимость электроэнергии с 2010 года для них возросла уже более чем в 100 раз. В хлебе электроэнергия топлива уже стала занимать 20%. Это ведь ненормально. Надо каким-то образом прийти к решению или тогда субсидировать, например, в Север-Желухом сервис. Никто ведь не говорит, что хозяйствующие субъекты. Но надо как-то сдерживать это. Ведь на самом деле у нас сегодня на селе остаются одни бюджетные организации. Вне бюджета скоро не будет. Когда мы говорим, что в городе 6, а там 38, вот и все. А вот каким образом, сейчас когда мы говорим и обсуждаем с сусидиями юридическим и физическим лицам, то надо подумать о возможных и прочих потребителях, потому что им-то как в этой ситуации быть. Им же сегодня необходимо решать те насущные проблемы и вообще просто выживать. Поэтому эта тема, она все-таки злободневная. Поэтому я распорядила, что вот это, в качестве возможной рекомендации, надо администрации все-таки здесь предусмотреть. Чтобы проработать данный вопрос и каким-то образом решать его, надо заморозить тарифы по возможности, возможно, посредством субсидий. Сумму расходов в 1 миллиард 93 миллиона рублей по статье о субсидии юридическим и физическим лицам депутаты не согласовали. И поручили департаменту дополнительно поработать над этим вопросом. Аварийные многоквартирные дома не будут включаться в программу капитального ремонта. Соответствующий федеральный закон вступил в силу еще 1 июля. Однако на территории региона новое правило заработает после того, как будет принят закон окружной. Согласно нововведениям, собственники жилья в многоквартирном доме, который признан ветхим или аварийным, не будут платить взносы в фонд капитального ремонта. Если износ основных конструкций составит более 65%, здание исключат из списка на капремонт. Все дома, которые до 1985 года постройки, у которых выгребные ямы, то есть, так сказать, потенциально дома, которые в критическом состоянии могут находиться, мы их все обследуем и будет приниматься решение либо этот дом ремонтировать, либо этот дом переселять. А вот многоквартирные дома, у которых один собственник, наоборот, поставят в очередь на капремонт. Также в законе предусмотрены изменения, связанные со спецсчетом и отсрочкой платежей для владельцев квартир в новых домах. За 10 месяцев 2015 года в фонд поступило более 30 миллионов рублей взносов. Порядка 5 миллионов было направлено на ремонт трех многоэтажек. Остальные средства будут использованы в следующем году на ремонт 17 многоквартирных домов. Дорожники завершили ремонтные работы на одном из самых сложных участков трассы Нарин-Марусинск. Об этом сегодня сообщил вице-губернатор региона Алексей Кайдалов на оперативном совещании при губернаторе. В порядок приведены почти 6 километров. Работы велись неподалеку от границы региона. Была проведена перекладка плит. Напомню, в этом году зимник, который соединяет два региона, для водителей станет короче на 50 километров. Ширина проезжей части составит 6 метров. Расчетная скорость на движение – 30 километров в час. На сложных участках трассы, крутых спусках и подъемах будет организовано дежурство бульдозеров. Ранее Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта сообщал, что при стабильной морозной погоде зимник Нарин-Марусинск для движения откроют уже к концу декабря. Однако, по информации метеорологов, как минимум, ближайшая неделя в регионе ожидается теплой. Помимо прочего, говорили на совещании и о другом. Серьезное внимание, по словам Алексея Кайдалова, необходимо обратить на ситуацию с проектированием новой школы на 700 мест, которую должны построить в микрорайоне авиаторов. По мнению чиновника, администрация Нарин-Мара тормозит этот процесс. Сейчас возник сложный вопрос с получением заключения экспертизы. Этот объект, в свою очередь, мы предлагаем Минстрою для получения федеральных средств на софинансирование. Причем этот вопрос будет решаться в самое ближайшее время. Без прохождения экспертизы не принимается. На сегодняшний день проект не может пройти госэкспертизу. Как пояснили в профильном департаменте округа, причиной тому является газопровод высокого давления, не указанный в градостроительном плане земельного участка, выделенного для проектирования. Процесс временно приостановлен. Алексей Кайдалов обратился к главе Нарин-Мара с просьбой ускорить процесс подготовки документов, поскольку от оперативности проведенной работы во многом зависят шансы привлечения федеральных средств. Какую роль играют общественные, научные и медийные сообщества и объединения в продвижении и популяризации современных высокоэкологичных технологий недропользования? Этой теме был посвящен круглый стол, который прошел в рамках международной конференции Евро-Арктика-2015. Напомним, в августе текущего года в Усинске, республике Коми, состоялся круглый стол на тему экологической безопасности, на котором было принято решение провести мероприятие на территории Неницкого автономного округа. К участию были приглашены представители власти нефтегазодобывающего сектора науки и общественности. Круглый стол в рамках большой международной встречи собрал всех, чье максимальное внимание должно быть сконцентрировано на экологии и минимизации экологических рисков при бурении на суше и тем более на шельфе. По мнению экспертного сообщества, наиболее важными направлениями природоохранной деятельности в арктической зоне в настоящее время является реализация комплекса мер по недопущению и минимизации последствий возможных аварий на объектах нефтегазодобывающего сектора. И здесь речь идет о взаимном партнерстве добывающих компаний и общественных организаций, которые знают все о передовых технологиях недропользования, считает исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы Юрий Бабак. У нас уже несколько лет идет работа с нефтегазодобывающими компаниями. Одним из ярких примеров – это наше сотрудничество с публичным акционерным обществом «Лукойл», которые в том числе пока не на арктическом, но на шельфе работают. И мы для себя убедились, например, что эта компания именно в рамках работы на море, на шельфе, способна и реализует очень передовые технологии, в том числе руководство с политикой нулевого сброса на морских платформах. В рамках прогнозной работы по освоению углеводородного потенциала шельфа для общественных экологов очень важно, насколько с научной точки зрения аккуратно, а с производственной безупречно отлажена работа на шельфе. По словам представителей научного сообщества, любые экологические инциденты, которые могут произойти на шельфе, в десятки тысяч раз сложнее по ликвидации и возмещению ущерба, чем аналогичные проблемы, которые могут возникнуть на суше. Поэтому для экологов очень важно понимать, какие технологии, какие проектные решения будут реализовывать компании, работая в этом направлении. И здесь самая большая проблема – это открытость и прозрачность компаний-нидропользователей, отметил представитель Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Олег Суткайтис. Это действительно остается проблемой, потому что с нашей точки зрения мы иногда даже не можем просто оценить и дать адекватную оценку деятельности той или иной нефтегазовой компании, потому что мы просто не имеем информации. Вот за всю мою практику я работаю уже больше десяти лет здесь в округе, и только единственный раз мы были приглашены на одну из точек, где работает Лукоэлла, мы были приглашены единственный раз на Варандейпе, а до этого мы получали кучу каких-то фотографий ужасных, где нам говорили, что там всё так… Ну мы приехали, действительно, были ознакомлены, посетили предприятие, и многие, наверное, процентов 90 вопросов просто не были сняты. Поэтому, конечно, нужно развивать идеологи, взаимодействие. Взаимодействие представителей власти, нефтегазодобывающих компаний, научного и экспертного сообщества – это залог экологической безопасности хрупкой природы Арктики, избережению природных ресурсов государства. По итогам встречи участники «Круглого стола» пришли к выводу, что Россия обладает передовыми технологиями, которые позволяют стране вести безопасную работу на суше и на шельфе. Ирина Цепетова, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Сегодня в регионе проживают около 800 семей, имеющих трое и более детей. О том, что заботит многодетных родителей, расскажем через несколько секунд. Высокое достижение. Школа села Оксина попала в список топ-100 лучших школ страны. Школа села Оксина попала в список топ-100 лучших школ страны. Это первое для наших образовательных заведений столь высокое достижение. Результаты всероссийского конкурса были озвучены в Санкт-Петербурге во время образовательного форума. А вот автономная некоммерческая организация «Друзья за полярием», она тоже из Нинницкого округа, вошла уже в сотню лучших учреждений дополнительного образования России. Слова поздравления руководителям направил Игорь Кошин. Наши заполярные педагоги – высокомотивированные специалисты. Именно поэтому школьники из Нинницкого округа всегда достойно представляют округ на региональных, всероссийских и даже международных площадках. Текущий год, объявленный в НАУ «Годом ребёнка», был очень насыщенным по части образовательных мероприятий. Тем приятнее признание ваших заслуг на федеральном уровне. Помимо прочего, напомню, на прошлой неделе наш округ стал вторым во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион России». Позади мы оставили 81 субъект, в том числе Москву, Ленобласть и Татарстан. Награждение проходило в Москве в рамках международной книжной выставки «Нонфикшн». В Наринмаре прошел форум многодетных семей, приуроченный «Году ребёнка». Сегодня в регионе проживают около 800 семей, имеющих трое и более детей. У каждой из них свои радости и хлопоты. О том, что заботит многодетных родителей в нашем сюжете. Пять. Кто? Вова, Лёша, Рома, Серёжа и всё. А твоим братьям остальным сколько лет? 12, 2, 17, 11. Максим – третий мальчик в семье Карпицких. Любит рисовать, читать, заниматься творчеством. У его старших братьев интересы уже другие. Вова с азартом чинит сломанный шкаф, а Серёжа чувствует себя хозяином на кухне. Обычно я помогаю по кухне там наводить порядок, вытирать со столов и ещё с малышом гуляю. Многодетная мама старается вырастить сыновей самостоятельными. По мнению Светланы Алексеевны, поможет в этом опыт родителей со стажем. На форуме многодетных семей таких пар больше трёх десятков. Мне бы хотелось, чтобы многодетные семьи больше общались между друг, друг с другом общались больше. Куда-то ходили, в какие-то походы, устраивали чаепития. Потому что это так здорово, когда дети общаются, играют, ну и вообще развиваются не только в семье, но и в обществе. Многодетным семьям важно и общение с властью. Сегодня к этой ячеке общества большое внимание со стороны администрации региона, города и муниципалитетов. Форум – это один из инструментов взаимодействия между семьями многодетными и властью. Потому что всё равно проблемы существуют, их надо решать. И здесь мы можем услышать вот эти проблемы из уст многодетных семей. Свои предложения и пожелания мамы и папы озвучивали на круглых столах. Темы – самые популярные. Предоставление медицинских услуг, дополнительное образование и социальные льготы и выплаты. Округу, конечно, огромное спасибо за поддержку, за то, что оказываются такие меры материальной помощи, всякие пособия на детей. Без этой помощи было бы намного труднее нам жить. Всё-таки мы и квартиру в ипотеку взяли благодаря вот этим субсидиям, которые ещё выделялись в том году. В новых экономических условиях маму четверых детей волнует стоимость проезда на общественном транспорте. В семье двое школьников, которые ездят на учёбу и дополнительные занятия всю неделю. Как пояснили в плановом отделе АТП, в новом году в городском транспорте для школьников будут действовать скидки. Студенты, которые обучаются по очной форме обучения, и дети в возрасте до 18 лет, которые в школах учатся, они будут иметь скидку до 50% от установленного тарифа. То есть, если на сегодняшний день 40 и 30 рублей, значит, будет 20 и 15. Эта льгота будет действовать только на межмуниципальных маршрутах – 411 и 413. Будут льготы и для малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей. Были вопросы и по земельным участкам. Возможно ли отмена трёхлетнего срока на получение земли для приёмной семьи? Или замена земельного участка на денежные средства? Притча во языцах – большое количество справок, которые необходимо предоставлять на каждую из выплат. Их предлагают заменить единой базой данных. Все предложения многодетных родителей занесены в резолюцию и будут рассмотрены уполномоченными органами. Валентина Чебичек, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Региональное отделение «Народный фронт за Россию» готовится к масштабной конференции. Она пройдёт на Ринмаре 4 декабря. Участие в ней примут руководители рабочих групп общероссийского общественного движения и все, кому небезразлично будущее нашего региона и страны в целом. Одна из главных задач фронтовиков – наладить конструктивный диалог между жителями Неницкого округа и представителями власти различных уровней. Этими вопросами занимается рабочая группа «Общество и власть» под руководством Матвея Чупрова. В центре внимания – совершенствование системы госрегулирования, прямой диалог между отдельными социальными группами, институтами, СМИ и органами власти в интересах развития страны. За время существования удалось достичь определенных результатов. «Сокращались полномочия в Заполярном районе и в городе Наринмаре. Вот, а количество чиновников в городе Наринмаре оставалось тем же самым. Рассматривают вопрос, писали письма, обращались на разные уровни властей. Ну, результат, он где-то виден. Ну, как говорили, что в следующем году все-таки количество чиновников городской администрации будет сокращено». В своей деятельности рабочая группа проводит мониторинги, круглые столы, дискуссии, организует переговорные площадки с представителями органов власти и экспертов. «Красота и здоровье от природы» – Ненецкая фармация представляет натуральную органическую косметику «Гомарт». «Красота и здоровье от природы» – Ненецкая фармация представляет натуральную органическую косметику «Гомарт» на основе дерматологической термальной воды. О линейке уникальных средств по уходу за кожей в следующем материале. Биокосметика «Гомарт» на основе термальной воды из источника «Гомарт Либан» производится на юге Франции. Все продукты проходят строгий дерматологический контроль и не имеют химических консервантов. Каждый, кто пробует косметику «Гомарт», остаётся верным марке. «Гомарт» – это активная биокосметика, адаптированная для людей с очень чувствительной и сухой кожей. Отличие о французской косметике от других брендов в том, что она 100% натуральная. Действие биокосметики «Гомарт» обусловлено термальной водой и маслом органии с витамином Е и комплексом омега-6 для красоты и молодости. В линейке органической косметики – средства для питания и увлажнения кожи, антивозрастной уход и уход за жирной кожей, новорождёнными, а также уход за ногами. Все средства имеют лёгкую текстуру и хорошо впитываются. Познакомиться с органической косметикой «Гомарт» вы можете в аптеках Нинецкой фармации, в центре Наринмара и в микрорайоне Качгард. Кроме того, жительниц Нинецкого округа приглашают принять участие в бесплатном мастер-классе, который проведёт директор по развитию компании «Гомарт» в России Дэнни Фразин. Записаться на мастер-класс можно в течение недели по телефону, которое вы видите на своих экранах. Такова была информационная картина дня. Я с вами прощаюсь. Далее прогноз погоды.